Время свободы Российские войска продолжают осаду украинских городов, обстрелом подвергаются и западные районы Украины, есть жертвы среди мирного населения. Четвертый раунд украино-российских переговоров о прекращении огня прошел в режиме онлайн. Владимир Зеленский вновь призвал страны НАТО ввести бесполетную зону в небе над Украиной. Так же сегодня. Китай сейчас стоит перед необходимостью тем или иным образом сохранить Россию в качестве более или менее влиятельного, относительно влиятельного, хотя и не такого влиятельного, как ранее, как до войны, оппоненты и противовес Соединенным Штатам. Чем определяется позиция Китая по отношению к военной агрессии России против Украины? Война России против Украины продолжается уже девятнадцатый день. С этой войной связано множество событий, которые неизменно возникает соблазн обсудить. Например, захват французским активистам виллы дочери Владимира Путина в Биарице с тем, чтобы поселить там украинских беженцев, конфискация яхт российских олигархов, санкции против Романа Абрамовича и, соответственно, против футбольного клуба «Челси», которым он владеет. Наконец, сообщение британского таблоида Daily Mail о том, что агрессивность Владимира Путина связана с тем, что он сейчас принимает стероиды для борьбы с раком. Но на войне все это не главное. Главное – это ежедневная гибель людей, военных и мирных жителей. Их становится все больше и больше. Перед очередным раундом мирных переговоров российские войска стали обстреливать казавшиеся более или менее безопасными западные районы Украины. Десятки людей были убиты неподалеку от Львова. Подвергся обстрелу Ивана Франковск. Снаряд попал в жилой дом в Киеве. Там тоже есть жертвы. Не изменилась к лучшему ситуация в осажденных Харькове, Мариуполе, которые постоянными обстрелами и бомбежками буквально сносят с лица земли. Страшные события в Николаеве, городе неподалеку от Одессы, описала спецкор новой газеты Елена Костюченко. Вот что она рассказала. Я в Николаеве. У нас режим черного неба. У нас нельзя включать свет, потому что наступил комендантский час и стемнело. Вчера ночью город обстреливали. Обстрел начался в 8 вечера. В городе начались пожары. Николаев подвергается обстрелам довольно давно. Каждый день из города эвакуируется автобус с женщинами и с детьми в Одессу. Из пораженных военных целей это казарма воинской части, где спали срочники. 9 солдат погибло. Одного еще ищут под завалами. В СМП больницы скорой медицинской помощи переоборудованы в военный госпиталь. Людей оттуда вывозят. Сразу после операции они восстанавливаются в другом месте. Все тела погибших в результате спецопераций оказываются в областном бюро судмедэкспертизы. По словам главы бюро, сначала спецоперации. Ей было доставлено 60 тел военных и 30 тел гражданских. Я лично смотрела эти тела и видела два тела детей, двух девочек, 17-3 лет. Говорила специальный корреспондент новой газеты Елена Костюченко. Очень рекомендую всем прочитать ее репортаж из Николаева и, разумеется, поддержать новую газету. Если перед началом агрессии большая война России с Украиной, тем более без видимого повода, казалась немыслимой, то теперь совершенно очевидно, что потребуется несколько поколений, чтобы отношения украинцев с россиянами вошли опять в нормальное русло. В Украине вызывает всеобщее возмущение тот факт, что в России практически нет массовых выступлений против безумной войны, а значительная часть россиян даже поддерживает Владимира Путина. Рупором этого возмущения стал Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко. Он очень резок в своем заявлении, но его слова явно отражают настроение в Украине. «Императорскими обидцами, вторжением в Украину и варуством вашей так называемой армии вы посеяли ненависть на века. И слова о том, что правительство это якобы одно, а русские граждане другое – это полный бред и чушь. Это вы, веря мерзкой пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь, в Украине, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса. Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации. Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах и прочий бред. Это ваши солдаты, мужья, дети пришли сейчас в Украину, и вы все об этом знаете. Вы им звоните и спрашиваете, как они там на задании. Запомните, нас не нужно освобождать. Мы на своей земле и строили свою страну, и мы ее построим. Украина – свободное государство, которое выбрало демократический европейский путь развития. И мы будем биться за свой выбор. Сегодня мы как никогда едины и решительны в этом. Это не мы пришли на вашу землю. Это вы убиваете наших детей, бомбите и сравниваете с землей наши города и наши дома. Знайте, вас здесь называют орками. Всех. Нету сейчас хороших или плохих русских. Пока вы молчите и внемлите пропаганде сумасшедшего человека и сошедшего с ума диктатора, весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев и восхищается тем, как мы строим свою землю. Да, нам будет сложно, но мы не сдадимся, потому что мы не боимся. И ваша армия это уже поняла. Оставить ультиматумы людям, которые умирают за свою землю, бесперспективно. Запомните, как бы вы ни пытались сейчас уничтожить Украину и украинцев, если вы так продолжите, ваша страна тоже не выживет. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю. Не хотите быть страной в полнейшей изоляции? Не дрожите от страха и безразличия. Будьте смелыми, как украинцы. Спасайте свою страну. Говорил Владимир Кличко. Добавлю, что за минувшие выходные список задержанных на антивоенных акциях увеличился почти на тысячу человек. Есть примеры отказа платить наложенные штрафы даже под угрозой ареста, чтобы эти деньги не пошли на финансирование агрессии против Украины. Но говорить о масштабных митингах и демонстрациях даже в больших российских городах, увы, не приходится. Как известно, НАТО отказывается вводить бесполетную зону в небе над Украиной, так как это фактически означало бы прямую военную конфронтацию с Россией, угрозу ядерной войны. Однако это не гарантирует, что прямого военного столкновения не произойдет, так как Россия заявила, что будет рассматривать как легитимную военную цель любой конвой с оружием, поставляемым войскам Украины. Руководство НАТО в ответ заявило, что атаки на конвои будут рассматриваться как нападение на страну-участницу Североатлантического Союза. Кроме того, российские ракеты, выпущенные по западным районам Украины, теперь падают буквально в двух десятках километров от страны НАТО Польши. Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский, вновь призывая НАТО вмешаться в войну. В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО. Если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет войной. Мы были правы. Я говорил долгое время, Северный поток – это оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно. И сейчас я повторяю снова. Если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО. Сегодня в Киевской области был убит американский журналист Брент Рино. Его коллега ранен. Они знали, что они делают. Но, похоже, не все на Западе знают, что они делают. Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Очередной четвертый раунд консультации о прекращении боевых действий между Россией и Украиной проходил сегодня в режиме онлайн. Политический аналитик Киевского фонда «Демократические инициативы» Марии Золкину уверена, что нынешние переговоры к выгодным для Украины результатам не приведут. Украине нужна военная победа. Давайте послушаем аргументы Марии Золкиной. Переговоры, которые идут сейчас, я не верю. По той простой причине, что на сегодняшний день главное требование Украины это не просто прекращение огня, это немедленный вывод российских войск. Верифицированный, четкий по коридорам и так далее. К этому Российская Федерация не готова, и она не согласится на это в ближайшие недели. Потому что цель России абсолютно обратная. Если и выйти на режим тишины, что может быть россиянам выгодно спустя пару недель после того, как они окончательно добьют Мариуполь, или после того, как украинская армия отбросит их от Мариуполя. Россиянам выгодно выйти на режим тишины, потому что в этом случае они закрепятся на тех позициях, где сейчас их военные находятся. И потом, как на Донбассе в 2014 году никто уже не вел речи со стороны россиян о выводе войск, так и здесь они не будут вести речи о выводе своего контингента. И вместо этого, наоборот, тихо расползутся по смежным территориям и оккупируют то, за что сейчас им пришлось бы вести жесткие бои. Поэтому Россия не согласится на вывод своих войск с нашей территории в ближайшие недели. И, как я часто говорю в последние дни, у России сценариев несколько, у Украины один. Сегодня вывести российские войска с территории Украины возможно только физически, оттеснив их как можно ближе к российско-украинской или к украино-белорусской границе. Не дипломатией. Россия увязла в наземной операции, она не может продвигаться, она не может взять Мариуполь, она не может полностью оккупировать Херсонскую область, потому что в каждом городе, Геническ, Скадовск, Херсон, Запорожской области, Бердянск, Мелитополь, люди каждый день тысячами выходят на протесты. То есть это не оккупация, это окружение российских военных, которые находятся в этих городах, жителями этих городов. То есть у России проваливается наступление, ну оно провалилось уже, вот это все наступление вглубь Украины и жесткая оккупация этой территории. И поэтому России в ближайшие недели выгодно будет выйти на режим прекращения огня. И сейчас они просто дают некоторые сигналы для этого. А через пару недель они захотят предметно об этом разговаривать, но не потому, что они хотят завершить войну, а потому что им нужно закрепиться хотя бы в тех регионах и в тех населенных пунктах, где они сейчас есть. А Украине, как вы понимаете, это означает просто отдать России ту территорию, которую они сейчас даже не контролируют. Потому что как только украинская сторона согласится просто на режим прекращения огня без вывода российских войск немедленно, а Россия на это не согласится, мы автоматически получим некоторое снижение поставок вооружения Украине. Украину начнут уговаривать, что не нужно идти в контратаки, потому что у нас якобы режим тишины, и тут наметился какой-то иллюзорный, хотя он, естественно, не будет адекватным, он не будет полным. И тогда, по сути, по факту, российские войска просто спокойно, без боя, тихо будут наводнять дальнейшим своим контингентом те области, где они сейчас занимают пару населенных пунктов, они спокойно, без боя будут там разбредаться. Поэтому России это выгодно в ближайшие недели, потому что она захлебывается в своей военной попытке захватить территорию Украины. Захлебывается. И поэтому работает с воздуха, уничтожая украинские города, начала работать по Западной Украине для того, чтобы западные страны боялись даже ПВО поставлять сейчас, потому что системы ПВО и самолеты, о которых ведется столько речи в последние дни, это логистически тяжелый груз для доставки, ну это сложный, точнее, тяжелый сложный груз для доставки на Западную Украину. А доставляться он будет в случае согласования именно туда. И россияне сейчас просто создают такое ощущение, что все, что туда будет завезено, оно будет моментально уничтожено, исключительно с теми, кто это будет перевозить. Говорила политический аналитик Киевского фонда демократические инициативы Мария Золкина. Послушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. Еще 9 марта стало известно, что в Генеральную прокуратуру России направлены материалы об отправке на войну с Украиной солдат срочной службы. Некоторые из них прослужили всего 3-4 месяца. До этого Владимир Путин заверял, что срочники в Украине не воюют. В конце прошлой недели пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация со срочниками, цитирую, «исправлена», но многие матери продолжают разыскивать своих сыновей. Рассказывает наш корреспондент Мария Бершова. В Министерстве обороны сообщили, что практически все срочники уже выведены на территорию России. То, что это не так, знают матери солдат срочной службы, которые обивают пороги военкоматов, военных частей, прокуратуры и других инстанций и не могут добиться ответа, когда их дети вернутся в Россию. Одна из таких матерей – Елена, живущая в Белгородской области, мать шестерых детей. Двое сыновей Елены выполняют в Украине спецзадание. Вы одна такая или у вас какие-то знакомые? У нас очень много. Дети 23-го отзвонились и больше мы их не слышали. Мы все это время искали. Я искала, здесь ездила по полям, как я местная. Я нашла, где наши части стоят. Я виделась с мальчиками с нашей части, но они не знают, где наши остальные дети. Я долго искала, пока нашла номер телефона нашей части психолога. Позвонила ей, это было 7 марта уже. Это вот я искала их дней 10, не могла ничего добиться. Мне везде смотрели в глаза и врали, что несрочники никуда не попадут. Они где-то в полях сидят. И психолог с нашей части сообщила, что мои дети чистятся в списках контрактников, участвуют в операции. Это был шок для нас самих. Вот я и другие мамы, мы понаписали заявление в прокуратуру, в генеральную прокуратуру отправили, и совместные отправили. И каждый от себя, и комитет помогает солдатских матерей. Вот я сегодня утром была в прокуратуре. И вам никто пока не ответил? Миноборона отвечает. Каждый день я делаю заявку на моих детей и другие мамы тоже. Обычно часа через два-три Миноборона отзванивается и говорят, там, такой-то, такой-то, живы-здоровы, выполняют спецоперацию. Как смогут выйдут на связь? Вот каждый день одно и то же слышим. Меня очень возмутил сам факт, мало того, что они всего 3 месяца в армии, то, что они не обученные совершенно. Они не прошли никакой подготовки. Кроме лопаты, они в руках, я уверена, ничего не держали. Я всегда была с детьми на связи. Я чуть жива. Меня держит от ног, только что я не могу упасть в ног. Если не я, то будет моих детей пытаться оттуда достать. Елена считает, что контракты ее сыновей липовые. В прокуратуре ей сказали, что как только это будет доказано, Сергея и Артема вернут в Россию. Юрист организации «Солдатские матери Петербурга» Александр Горбачев не считает, что доказать это будет легко. Ключевым является, конечно же, наличие подписи. Может быть, все что угодно. Нас люди, извините, подписывают иногда просто не читают. Чисто гипотетически, либо это сам человек подписал, что это не глядя. Может, командир действительно нарушил действующее законодательство. Не знаю, оформил. Ему пришла разнарядка о том, что в части должно быть столько-то контрактников. И его просто подписал. Может быть, но я не знаю. Это, собственно, пускай правоохранительные органы проверяют. Другой юрист «Солдатских матерей Петербурга» Антон Щербак согласен со своим коллегой. У нас такое законодательство, что опереться особо не на что, если с точки зрения правовой. А все остальное – это вот добрая воля этих командиров. В кавычках, конечно, добрая. Елена не теряет надежды вызволить своих сыновей. А пока размышляет о происходящем в Украине. Мне всегда было жалко ЛНР, ДНР. То, что сейчас творится, по-моему, еще страшнее. Такие потери страшные мирные жители. Это вообще, я считаю, не стоило того. Можно было найти общий язык, добиться, договориться. По словам Елены, находясь в постоянном страхе за своих сыновей, она осознает, что тем украинцам, которые находятся под бомбежками, гораздо хуже. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Газета Financial Times написала в минувшие выходные со ссылкой на неназванные источники, что Россия, чье наступление в Украине забуксовало, обратилась к Китаю с просьбой предоставить ей военную помощь. Какого рода эта помощь должна быть, источник издания не уточнил. Позже и российские, и китайские СМИ эту информацию опровергли. Но тут не лишне вспомнить, что ранее и другие, не вызывавшие особенного доверия сообщения в западных СМИ, например, о концентрации российских войск, сроках вторжения в Украину и так далее, рано или поздно подтверждались. О том, чем сейчас продиктована позиция Китая по отношению к украинскому кризису, говорит мой собеседник, независимый военно-политический аналитик Юрий Федоров. Я думаю, что по мере поступления информации постепенно рассеивается туман, окружавший или окружающий до сих пор обстоятельства беседы Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина в Пекине 4 февраля этого года. Складывается впечатление по целому ряду мелких утечек, но, видимо, все-таки исходящих из разведывательных источников западных, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали военное вторжение, тогда будущее военное вторжение России в Украину. И, видимо, в какой-то форме китайский руководитель дал согласие Путину на проведение такой операции, но, скорее всего, после завершения Олимпиады по совершенно очевидным и понятным причинам. Вопрос, конечно, остается открытым, в какой именно форме дал председатель Си такое согласие, насколько правильно Путин мог его понять, потому что китайская традиция дипломатическая вообще предпочитает использовать очень туманные, завуалированные высказывания и формулы, которые можно трактовать разным образом. Но вот, судя по всему, Путин истолковал слова председателя Си именно таким образом, что он дает ему зеленый свет. Дальше складывается впечатление, что в первые дни после начала войны в Китае, в общем, ожидали быстрой военной победы России. Коль так, это давало Пекину возможность, во-первых, это было бы серьезным ударом по престижу Соединенных Штатов. Это позволяло бы в Пекине оценить, насколько решительной может быть потенциальная реакция Соединенных Штатов на, опять же, потенциальную операцию китайцев против Тайваня. Кроме того, резко возрастала бы роль Китая как своего рода модератора или арбитра в делах, связанных с Восточной Европой, с проблемами отношений России и Украины, России и Европы и так далее. В общем, открывалось довольно много любопытных и приятных перспектив для Китая. Но как только стало ясно, а это стало ясно уже примерно через неделю после начала войны, что российская армия, скорее всего, победы не одержит, а теперь уже становится все более ясно, что российская армия потерпит поражение в конечном итоге. Ни завтра, ни послезавтра. В общем, Китай сейчас стоит перед необходимостью, как мне представляется, тем или иным образом сохранить Россию в качестве более или менее влиятельного, относительно влиятельного, хотя и не такого влиятельного, как ранее, как до войны, оппоненты и противовес Соединенным Штатам. Мне кажется, в этом состоит и логика китайской позиции, хотя, я повторяю, китайская внешняя политика обладает огромным своеобразием и проникнуть в мышление китайского руководства, которое воспитано на идеях Сунцзы и других основоположников стратегического мышления, современного довольно трудно. Коротко возвращаясь к тому, с чего вы начали, вы говорили о победе Украины или поражении России. Что вы конкретно имеете в виду под поражением или победой? Это военная победа или какая-то моральная победа? Моральная победа очевидна совершенно. Я думаю, что невиданная в истории, я не могу вспомнить, такого рода солидарность мира, солидарность мирового общественного мнения с жертвой агрессии с Украиной. Если говорить о военном компоненте, о военной победе, то нужно иметь в виду, что по вполне правдоподобным данным украинского военного руководства, за две с половиной недели разгромлена примерно треть той группировки российской, которая была предназначена для вторжения в Украину и вела там бои. Примерно около 30 батальонных тактических групп либо полностью уничтожены, либо частично, либо полностью потеряли боеспособность. Это немножко разные с военной точки зрения термины. Но не в этом дело. Дело в том, что резервы, подготовленные резервы для войны в Украине, которые имеются в распоряжении российского командования, они крайне ограничены и истощаются. В этой связи не случайно совершенно появляются нелепые, я бы сказал, с военной точки зрения сообщения о вербовке добровольцев, но, скорее всего, речь идет о солдатах сирийской армии, армии Башара Асада. Не случайно появляются сообщения, непроверенные, но, тем не менее, о том, что Россия обращается за военной помощью к Китаю. Хотя и Китай опроверг эти сообщения, и российское руководство тоже, видимо, опровергает эти сообщения, ну, ТАСС, по крайней мере. Но, тем не менее, это показательно, потому что действительно личный состав, во-первых, он ограничен, во-вторых, насколько можно судить, российские солдаты не хотят воевать. Их боевой дух крайне низок, и сообщения о том, что многие части подразделения попросту разбегаются в Украине, бродят там где-то по лесам или по деревням, выпрашивая провизию, или мародерство и насильничание, эти сообщения, на мой взгляд, вполне правдоподобны. То есть армия разлагается просто потому, что она не понимает смысла этой войны, тех задач, которые она должна решать. Вот я думаю, что в этом и заключается предпосылка военного поражения России. Мнение независимого военно-политического аналитика Юрия Федорова. Поскольку руководство социальной сети Инстаграм вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой социальной сети в России. Такое сообщение я получил на днях от сайта Госуслуги. Вновь громко заявил о себе заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, которому, как вспоминается, когда-то приклеилось прозвище айфончик. Так вот, Медведев заявил, что не будет больше пользоваться ни одним медийным продуктом Марка Цукерберга из-за занятой компанией Мета антироссийской позиции. Казалось бы, в политическом руководстве России должно царить единство по этому поводу, но глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова продолжает активную деятельность в принадлежащей компании Мета социальной сети Facebook. Ее посты становятся все длиннее и длиннее. Последний и длиннющий ее пост представляет собой хронику, как выражается госпожа Захарова, медиогеноцида российских СМИ за рубежом. Примечательно, что хроника начинается в день, когда уже было понятно, что Россия начинает войну, причем, возможно, мировую ядерную войну, о которой начальник Захаровой Сергей Лавров совсем недавно говорил так. Ну и что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны, на другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. А глава самого близкого сейчас Кремлю белорусского режима Александр Лукашенко объясняет начало войны против Украины так. Когда сталкиваешься с подобного рода, если можно так выразиться, аргументами в устах тех, кто решает судьбы миллионов людей, признаюсь, опускаются руки от безысходности. Но все-таки посоветую и Захаровой, и Лавровой, и Лукашенко, и Владимиру Путину послушать мальчика из Украины, беженца по имени Назар, у которого спросили, что такое война. А что в стране знаешь? Война. Война? А что такое война? Это убивать людей. А кто кого убивает? Если кто-то злой, если добрый кто-то, то не убивает, а если кто-то злой, то убивает. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский. Слушайте наш подкаст на сайте «Радио Свобода», если имеете к нему доступ, к вашим услугам и большинству основных интернет-платформ подкастов. YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова